Скандал в бийском образовании. Ученый с мировым именем профессор и доктор наук обратилась в прокуратуру с требованием снять нынешнего ректора педагогического университета. Главная претензия – неэффективность руководителя. С 2014 года почти половина педагогического состава уволились. Профессор и доктор биологических наук Людмила Комарова преподавала в вузах Финляндии, Китая, Швеции и Германии. У нее самый высокий среди всего преподавательского состава индекс Хирша. Он отражает частоту цитирования научных работ в мире. По словам Людмилы Алексеевны, претендовать на пост ректора не планировала, но смотреть на то, как разваливают классический университет, уже не было сил. Меня испортила Европа. Я хочу, чтобы было по закону. Я хочу, чтобы наш университет, будучи одной составляющей структуры наукограда, был успешным. Поэтому я предложила свою кандидатуру в надежде на то, что я смогу. Людмила Комарова преподавала в Бийском университете вплоть до 2016 года. Уволилась, по ее словам, из-за резкого снижения заработной платы и невыносимых условий труда. На условиях анонимности бывшие сотрудники подтверждают, что отменяли доплаты и премии, снижали зарплату, что ветшали без ремонта помещения, а преподавать приходилось без самого необходимого. В итоге некоторым сотрудникам пришлось искать другое место работы. Уволили всех лаборантов, закрыли все оборудование. Как на пальцах можно преподавать молекулярную генетику, биологическую химию, вообще генетику, изологию, систематику без микроскопов, без химреактивов? В 2019 году Людмила Алексеевна вновь выставила свою кандидатуру на выборы ректора. Проиграла. Но, как считает сама, нечестно. Претензии у самого движенца к проведению выборов юристы называют обоснованными. Отсутствие наблюдателей и видеофиксации, тайный подсчет голосов, счетная комиссия, сформированная из сотрудников подконтрольных руководств университета. Но так как было полное нарушение по всем статьям выборов, мне пришлось обжаловать и в Генеральной прокуратуре и Следственном комитете Российской Федерации. И до сих пор я пытаюсь обжаловать результаты выборов. На выборах 2019 года Людмила Комарова была не одна. Удостовериться в честном подходе тогда решила депутат Городской думы. Но даже народному избраннику сделать это не удалось. Меня не пустили, сразу скажу, в кабинет приемной комиссии. Мотивирую это тем, что там могут находиться только члены приемной комиссии и кандидат. Когда я их попросила показать мне документально, то есть где это прописано, положение, они очень начали долго бегать из кабинета в кабинет. Сказали, сейчас подождите, мы найдем, у нас положение, у нас там все прописано. Потом сказали, вот давайте мы сейчас вам откроем на компьютере. Я им сказала, нет, на компьютере мне не надо, покажите мне распечатанный документ. Все это время, то есть Людмиле Алексеевне предложили пройти в приемную комиссию для сдачи документов. Я находилась, скажем так, в коридоре. Потом один из сотрудников все-таки принес в распечатанном виде мне положение, разработанное имиджи, где было прописано, что в кабинете приемной комиссии могут находиться только члены приемной комиссии и кандидат. На выборах победила Людмила Мокрецова. Она набрала 47 голосов из 65 голосовавших. При этом сама она считает, что все прошло честно и без нарушений. Нас проверяли уже все абсолютно органы. Это прокуратура, Министерство внутренних дел, наше Министерство науки и высшего образования, Государственная инспекция труда и многие-многие другие организации. Мы предоставляли все документы, и ни одного замечания не было сделано не по процедуре проведения этих выборов, не по нормативным документам. Сотрудники ВУЗа утверждают, что видеофиксация на выборах велась. У нас была полная видеофиксация. То есть была, да? Была, была, кстати. Тем более, даже видеофиксация велась не потому, чтобы представить, может, Георгия Алексеевна, вот этот прибежуток, а для того, чтобы составить стенограмму, это как бы положено для того, чтобы вызвать Министерство. Поэтому меня просили сделать видеофиксацию. Шрены счетной комиссии говорят и о присутствии наблюдателей при подсчете голосов. Мы делали в соответствии с локальными документами. И эти документы мы тоже не сами придумывали, нам их учредитель утвердил. В данный момент проверку соблюдения законов на выборах ректора проводит Генеральная прокуратура. Ксения Цапко, Андрей Сегаев. День с толком.